Чао всем! Всем привет! В эфире наша запоминашка-тренировашка к 24 уроку. Как видите, экран прямо такой же, как во время урока. Мы сейчас просто будем еще раз прогонять все предложения. Смотрите, запоминайте. Значит так, сначала я читаю какую-то фразу, пауза, во время этой паузы повторяйте, и потом я могу дать перевод, может быть, какое-то короткое уточнение. Глаголы мы с вами будем спрягать, существительные будем склонять. Может быть, не по всем формам, но по тем, которые на данный момент нам актуальны. Хорошо? Вперед! Начинаем здесь. Повторили? Не слышала. Давайте еще раз. Предлагаем посетить. Приглашаем посетить. Айценат – это приглашать. Приглашаем посетить. Тогда слово айценат – приглашать. Спрягаем. Желтое слово. Вспоминаем. Третий столбик в табличке. Те, у кого табличка либо открыта, либо, может быть, запечатлелась в памяти. Значит, я приглашаю эс – айцену. Эс – айцену. Ты приглашаешь – ту айцени. Он приглашает – винш – айцена. Или она. Например, Анна приглашает. Анна – айцена. Еще раз. Айцену – айцени – айцена. И теперь мы приглашаем мэс – айценам. Очень важно – айценам. Айценам. Айцину – айцени – айцена – айценам. Следующее – апмеклет. Помните? Меклет – искать. Апмеклет – посещать. Слово «зеленое» спрягается элементарно. Давайте. Я дам сразу три формы. Я, ты и он. И вы все три тут же повторяете. Апмеклею. Апмекле. Давайте еще раз. Апмеклею. Апмекле. Апмекле. Да, разница между «ты посещаешь» и «он посещает» у зеленых глаголов. Не «ту». Еще раз. Апмеклею. Это я. Апмекле. 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 Пьеманис. Умиņа. Пьеманис. Пьеманис. Барну Дарс. Частный детский сад. Привац. Барну Дарс. Барну Дарс. Слово Дарс. Сад. Помни, как оно склоняется? Например, возле моего дома есть сад. Мы можем это сказать? Конечно, можем. Мы используем вот этот предлог. Пье. Пье. А теперь вспомним, с чем он используется. Он используется с падежом, вторым падежом по табличке, который Денитейвс. Пьеманис. Это тот же самый падеж, как используется в названии улиц, то есть падеж синеньких табличек. Теперь давайте скажем возле моего дома. Пье. Ма. Нас. Ма. Яс. Ма. Ма. Я. Женская варода сатвесна. Пьеманис ма. Яс. Пьеманис ма. Яс. Пьеманис ма. Яс. Ир. Дарс. Теперь у моего дома нет сада. Пьеманис ма. Яс. Нау. Дарса. Правильно? Дарс. Дарса. Идем вперед. Слово ВИЛКС. Помним, кто это? Волк. ВИЛКС ИРГУДРС. ВОЛК УМНЫЙ. Вот такое предложение. ВИЛКС ИРГУДРС. Попробуем теперь так. Как сказать? Я УМНИЙ. ВИЛКС ИРГУДРС. А я УМНАЯ. ВИЛКС ИРГУДРА. ВИЛКС ИРГУДРА. ВИЛКС ИРГУДРС. ВИЛКС ИРГУДРА. Теперь у нас ВИЛКС ИРГУДРС. ВИЛКС это он. Правильно? ВИЛКС ИРГУДРС. Следующее. ШАЯ ГАДА. ШАЯ ГАДА. В этом году. ПАДЕЖ используется, который ЛОКОТЫВС, который говорит ГДЕ. СМОТРИТЕ, это, КОНЕЧНО, НЕ МЕСТО, А ТАКОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИИ, но это понятно. В ЧЕМ В ЭТОМ ГОДУ ШАЯ ГАДА. ШАЯ ГАДА. ШАЯ ГАДА. ЯУНОМС. ЭТО НОВОСТЬ. В СМЫСЛЕ, ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ. НЕ ИМЕЕТСЯ В ВЕДУ ТА НОВОСТЬ, КОТОРАЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ЯУНОМС. ЯУНОМС. И теперь скажем. У НАС ЕСТЬ НОВОСТИ. ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ СЛУЧИЛОСЬ. МОМС ИР ЯУНОМИ. МОМС ИР ЯУНОМИ. ЕЩЕ РАЗ. МОМС ИР ЯУНОМИ. Теперь ЕЩЕ РАЗ. ВСЕ ВЫПИСАННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ПО-ЛАТЫШСКИ ПАУЗА, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПОВТОРИТЬ, А ПОТОМ МЫ ВЕРНЁМСЯ К ТЕКСТУ, КОТОРЫЙ У НАС В ЗАДАНИЕ. АЙ ЦИНАМ АПМЕКЛЭД. ПЕМУМС. ПЕМАНИС. ЖУС РЕДЗЕСИЕТ. ПРИВАТС БЕРНУ ДАРС. ВИЛКС ИР ГУДРС. ПРИВАТС. На, следите гласками и тут же читайте сами. Правильно? Айцинам, апmekлēт, привату, зодарзу, пэда. Айцинам, апmekлēт, привату, зодарзу, пэда. Айцинам, апmekлēт, привату, зодарзу, пэда. Piemums jūs redzēsiet Latvijas meža dzīvniekus, lāčus un vilkus. Piemums jūs redzēsiet Latvijas meža dzīvniekus. Lāčus un vilkus. Jaunums šajā gadā ir labsu pāris. Jaunums šajā gadā ir labsu pāris. A decentralizāt šajā gadās. правильно немножко странно да вот и часто говорю по-русски давайте точно так же по-латышски так как вот пластинку как будто заела те же самые три предложения ай цинам от мэклэд привата за дарзу пэда ла шо чрит следующее Pie мums jūs redzēsiet Latvijas meža dzīvniekus, Lāčus un Vilkus. Jāunums šajā gādā ir lāpsu pārīs. 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 Bārīs ne pārīs būcīnēs. Būcīnēs – это булочки. Būcīnēs – это булочки. Я использовала такие слова, которые похожи. Ещё раз скажем это предложение. Давайте на слух попробуйте повторить. А потом я расскажу, что это означает. Jāunums šajā gādā ir lāpsu pārīs. Jāunums šajā gādā ir lāpsu pārīs. Получилось повторить? Сразу заметили, как легко у вас пошло Jāunums šajā gādā, потому что мы уже несколько раз это говорили. А вот дальше, значит, новость в этом году, то бишь, ну, что-то новенькое в этом году. В буфете, bufete, wārīs, bōrīs, bōrīs ne pārīdā ir lāpsu pārīs. Не продают булочки. Да-да, вы, наверное, знаете, что в латвийских школах запретили продажу булочек в буфетах. Ну, правильно, для того, чтобы дети кушали полезную пищу. Замечательно. Ну что, пока-пока. Мы со Стелой говорим вам пока. Да, Стелла дальше будет тоже про животных. Правда, не про собак, а про других. Например, про, смотри, zīrgi un trūši. Кто это? Давайте скажу, чтобы это слово где-то осталось у вас, хотя бы пока в пассивном словарном запасе. Значит, zīrks. Zīrks – это конь, лошадь. Zīrks – соответственно, zīrgi – кони. Трусис – это кролик. Труши – кролики. Ну что, встречаемся на 25-м уроке. Ах да!